артем здорово здарова андрюха давно здесь ну вот сдал полчаса пока ты приготовишься музыка то какая это откуда из вархаммер 40 тысяч смотрите ребят какая красота здесь я думаю те кто в теме оценит от те кто не в теме просто оцените эстетичность данных остров император человечества и хорус да вот вторая картина в принципе в прошлом видео я заставку сделал со своими постерами которые недавно повесил в общем ребят сегодня у нас такой формат что мы просто тренируемся приехал андрюха он как оператор с хорошей камеры с хорошим звуком вот сейчас мы просто потренируемся я потренируюсь андрюха поснимает поучаствует тоже видосе сейчас я максимально сконцентрируюсь на разминке поехали и Продолжение следует... Все, в принципе, поразмился. В принципе, я размился, ребята. Это твоя стандартная разминка, да? Стандартная разминка, да. Сейчас я сделаю, в принципе, все те упражнения, которые необходимо делать перед каждой тренировкой. То есть стандартная разминка у меня длится минут 20, а то и больше. По сути, стандартная разминка носит характер ОФП. То есть, как вы знаете, наша основная деятельность – это стритлифтинг. И стритлифтинг, хоть сам по себе, он довольно-таки полноценный спорт. В нем есть как тяговое движение, так и жимовое движение. Но все же есть какие-то места, дыры, которые надо закрывать, да? То есть, это наши плечи проработать, корпус почетче проработать, скручиваниями какими-нибудь там... В разминку также можно ставить какие-нибудь экстензии, либо лодочки. У тебя сегодня полноценная тренировка, ты будешь делать все движения, там, турник, брусья... Да, так как у нас сегодня такой формат, мы снимаем видос, и поэтому я сегодня, в принципе, планировал тоже упахаться. Поэтому я сегодня сделаю выходы на кольцах, даже выходы на турнике, помимо брусьев турника. Но первыми движениями будет у нас идти классика. Брусья, первые идут всегда брусья, потому что первым движением идет то движение, на котором мы имеем в рабочих весах самый большой вес. Потому что чем больше мы вес берем, тем больше, в принципе, нервной системе приходится включаться, и неважно в каком это движении. Скажем, если бы присед я первым делал, или стану, где я могу еще больше килограмм взять на рабочий вес, то я включился бы еще больше. Но так как мы это не тренируем, мы начинаем просто с брусьев, но не с турника. Практика показала, что действительно перед брусьями, точнее, перед выходами и перед подтягиваниями брусья лучше все оставить. Погнали. В общем, ребят, как обычно, когда я прихожу на тренировку, в процессе тренировки, в процессе разминки, я опираюсь на самоощущение, я решаю, что я буду делать. Сейчас я сделаю, в принципе, свою стандартную схему. Так скажем, мое любимое, хорошо работает в практике. Схема выглядит так. Один подход шестерки, один подход тройки и три сингла. Шестерки делаю с запасом примерно на 2-3 повторения. Тройки делаю тоже с таким большим запасом. То есть, где-то после шестерок увеличиваю на 15 килограмм рабочий вес. И потом делаю синглы, тоже увеличиваю на 15 килограмм рабочий вес. Скажем, сделаю сегодня шестерку со 105 килограммами. Запас будет прям солидный, наверное. Запас, наверное, будет где-то даже, возможно, 4 повторения. После этого я сделаю, получается, 120 килограмм троечку. И после этого я сделаю 135 на три сингла. С подтягиванием то же самое. То есть, на подтягиваниях я возьму примерно... 60 или 55? На подтягиваниях я возьму примерно 50 килограмм на шестерку. Получается 65 на тройку. И где-то 75 или даже 80 на синглу, на тройке. Точнее, 3 по одному. А по ощущениям это пойдет, да, получается? Ну, стандартный я... То есть, шаг после шестерок и тройку, он стандартный. Но я возьму... Я посмотрю, с какого веса я буду начинать. Возможно, это будут шестерки с 50 или с 55. И примерно по 15 килограмм я увеличиваю. После этого я сделаю... Пока я уже не знаю, пока еще не знаю. По ощущениям на кольцах. Либо объемную работу, либо на кольцах паузы, тройки. Турник там тоже какие-нибудь тройки, либо даже пятерки. Либо синглы стандартные. То есть, в такой схеме я обычно использую после всего этого три сингла на кольцах и три сингла на турнике. Опять же, в выходах силы я в основном признаю работу только в синглах. Но очень редко бывает, прям бывает раз в полгода хочется именно сделать объемчик на выходах силы. Но как базу все-таки я признаю синглы, потому что основная сила формируется на турнике и брусьях, то есть объемные раскладки. А реализовывать эффективнее всего на выходах силы именно за счет синглов, а многоповторная работа, она будет... Она имеет слишком большую степень утомления вашего опорно-двигательного аппарата, то есть ваши, так скажем, суставы, сухожилия и так далее довольно-таки сильно трутся в этих крайних углах. Ну да. И долго вы так не проработаете, так скажем. Это тоже я понял с практикой, и поэтому в основном я это делаю все за счет синглов. Ставлю свои пять копеек. Вот как в тяжелой атлетике. У них сильно много в составном движении, да? Они снизу вверх подрывают вес, и у них получается... Тоже они работают в основном только в синглах, на скорость. Они не работают объемно. Они не делают рывки, толчки на 5 по 6 или там 3 по 6. Они делают именно вот синглы, стараются. Так же выходы... Я не знаю, как лично в тяжелой атлетике, да. Но я знаю то, что да, все-таки в тяжелой атлетике в основном работа происходит за счет синглов, да? Ну да. И вот эта болгарская система, поэтому она такая самая... У всех на слуху. Потому что многососновные движения, требовательные в скорости, в них в принципе не возьмешь большую интенсивность, потому что там будет тебя ограничивать скорость. Потому что если ты не наберешь нужную скорость, ты просто не сделаешь выход или не сделаешь рывок или толчок. Да. Скорость очень важна. Медленный выход или медленный рывок, толчок вы не сделаете. Ладно, сейчас разминаемся до 105 килограмм и идем так, как я сказал. Давай. Ну это тоже наоборот. В общем, ребят, касаемо интуитивного подхода... Да, кстати, про него расскажи немножко. Ко самим интуитивного подхода. Интуитивный подход это очень сложный пункт, так скажем. Скажем, если вы хотите интуитивно тренироваться, это не значит, что я делаю, что хочу, когда хочу. Ну, грубо говоря, оно так и есть. Но вот как раз таки понимать, чего ты хочешь, вот это сложнее всего. Звучит просто. На практике люди, которые пытались это повторить, они лишь расслаблялись. Я таким был немножко. Да, были в практике такие люди, которые пытались это повторить, но в итоге они только больше расслаблялись. То есть, даже если вы любите тренировки, без плана вы скорее будете просто меньше делать. С планом вы будете делать больше. То есть, 99% людей, в принципе, за всю свою жизнь смогут тренироваться только под руководством тренера, тренировочной программы и так далее. То есть, им нужно это чувство срочности и так далее. Интуитивный тренинг – это тренинг для особо одаренных. Потому что, можно так сказать, быть интуитивно тренирующимся спортсменом – это как быть воином матрицы. А главная задача воина матрицы – это оттачивать свои ощущения. То есть, если вы опираетесь на ощущения при тренировочном процессе, то вы, получается, должны совершенствоваться в самоощущениях, в ощущениях самого себя. То есть, ваше сознание должно немножечко разрастаться. И у вас хоть и нет четкого какого-то планирования, но вы стараетесь постоянно ловить обратную связь от реальности. Не строить модель этой реальности и выжидать, пока у вас, так скажем, несостыковки с этой реальностью стукнут вас по голове в виде плата, завалов, а то и травмы. А именно, так скажем, как-то менять свой курс в зависимости от, так скажем, погоды. То есть, ловить обратную связь от реальности после каждой тренировки, в процессе тренировки. То есть, это очень сложный путь. Я сам ему только учусь. И как бы здесь, в принципе, далеко еще можно идти. Да, тут нету предела совершенству. Я сам в этом новичок, хотя я это практикую, наверное, уже, наверное, года два. Но что такое два года? Артем, скажи, какую ты больше всего музыку любишь вообще слушать на тренировках? Ну и вообще... На тренировках я с детства люблю что-то такое энергичное. Я люблю, короче, олдскульный англоязычный рэп. Тупак? Типа Тупак, Эминем. Вот прям с детства люблю. Не знаю, оно как-то качевое. Ну, это такой примитив, по сути. Но вот когда на тренировке тебе надо просто включиться, не каким-то гурманом музыкальным быть, а вот просто включиться. Вот люблю Тупака Эминем. Подсобом Ромикс, я говорю так. А вот когда подсобочку уже делали, какое-то такое... Какие-то подсобные легкие, медиативные, да, какие-то упражнения легкие? Я включаю саунд из Вархаммер 40 тысяч, такие, типа, ну, похожие на звук стиральной машины, которые там, звук, это как вода течет. Ну, типа, как это, в утробе матери пребываешь, свет выключаю такой, здесь красный свет включаю, и что-то там подсобочку делаю. То есть, когда не надо прям кортизолиться, в адреналине находиться, то есть, я такое спокойно люблю слушать. Вот, а так, конечно, это Тупак Эминем как-то, Five Finger Death Punch. Да, да, да. Five Finger люблю. Прямо, в натуре там многое повторяю. Такой не жесткий рок, который вот бесячий, а вот именно вдохновляющий. Да, вот прям такой совсем деструктив, не люблю. Стольный град. Стольный град, да, тоже прикольно, под тренировочку. Что там еще там? Ну, Рамштейн классика. Ну, Рамштейн классика, да. Ну, и какие-то там бывают выборочные треки даже в музыкальных композициях. Ну, какой-то рок, в общем, какой-нибудь агрессивный рэп олдскульный. Ну, как-то так. Круто. Ну, конечно, 105 для меня килограмм на 6 повторений это чисто межсезонное, что называется. Вот опять же, если вы юзаете вот такую схему, одна шестерка, одна тройка и три сингла с увеличением по 15 килограмм, то важно, чтобы вы шестерку сделали нон-стопом. То есть, вы прям включились. Бам-бам-бам-бам. Тройку сделали нон-стопом. И тогда вы к синглам прям проснетесь. Вы даже не утомитесь особо. То есть, я к этой схеме пришел тем путем, что перед синглами надо было как-то разминаться. Я синглов очень много делаю, много разных, так скажем, подводок перепробовал. И вот эта подводка, она как бы и дает вам объем, как бы и такой анаболический стимул, и при этом она вас перед синглами хорошо разогревает. В итоге, вы, казалось бы, выходите на свой предел таким макаром, так скажем, в самый интенсивный свой период, когда вы на рекорды выходите. И при этом у вас такой объем сохраняется, которому дает расти. Летом я вот таким вот способом, получается, моя лучшая тренировка была это вот 125 на 6 брусья, после этого 140 на 3 и 155 на 3 сингла. Турник где-то 70 на 6, могу ошибаться, 80 на 3 и 95 на 3 сингла. После этого были кольца 65 на 3 сингла, и турник в активном турнике 45 на 3 сингла. И получается, я на брусьях таким способом с 45 начинал в синглах и дошел до 155 на турнике. Это с 80 даже начинал. С 75 и дошел до 95. То есть, это очень хорошая схема, она реально работает. Типа, когда ничего лишнего, просто разминаешься шестеркой, разминаешься тройкой, сделаешь сингл, все там, между основными тренировками разгрузочки вставляешь и так растешь, растешь, растешь. Прям супер. Потому что, если просто сингл вставлять, просто сингл там, или просто тройки, и вообще объемную работу полностью убирать, то это, что называется, на сухую. То есть, вроде бы, даже может и тоннаж на этом большой собирать, но все равно анаболического стимула как такового мало. Не будет. Да, если только вот время строго регламентировать между синглами, скажем там, типа какие мамы на выходах силы, типа по 2 минуты отдыха, то утомление, вот это вот, небольшое закисление, оно все-таки дает этот эффект. Вот, продолжаем. Фу! Позовно, тяжело, конечно, но зимой я привык, потому что зимой. Межсезонка. Межсезонка, да. Это нормально, на самом деле, к этому нужно относиться. Скажем так, я сейчас делаю так, как 120 на 3 у меня, я знаю, что с запасом, я сделал в технике такой строго для себя, то есть со стороны может быть казаться, что все равно такой себе, но у меня свои стандарты, то есть я сейчас чуть глубже, чем обычно, вот, опускался, и ноги старался держать чуть-четче, чуть-четче, это значит зафиксировать не вот с этой стороны блина, а вот с этой. Чуть спереди. Да, чтобы у меня немножечко вот тут даже по другому было, тогда, когда я разгибаюсь, у меня корпус все равно меньше разгибается, я меньше трицепс включаю и больше акцент на грудь идет. Это я делаю, когда у меня вот рутина, что называется, когда надо объемчик на работу, на качество поработать, но когда я иду, что называется, во все тяжкие, когда действительно что-то тяжелое надо закрыть, то я, конечно, оптимизирую технику и, скажем, если бы я в оптимизированной технике сделал, ну, скажем, на пять повторений я бы закрыл. Не факшеном, нон-стопом, но это, конечно, ерунда. Я, наверное, где-то в начале, в начале декабря я мог 120 на 8 в принципе почти в любой день сделать. Ну, тоже такая волатильность и зимой. Ну, 120 на 8 это сильно очень. Мы, так скажем, спортсмены натуральные и справляемся в этом плане со своими недостатками натурального тренинга. То есть не всегда вывозишь, не всегда на пике, не всегда в лучшей форме. Ну что? Работаем с тем, что есть. Делаем то, что нужно, с тем, что имеешь, там, где ты есть. А сейчас у меня будет 135 на 3 сингла. Так, ребят. Сейчас будем смотреть на скорость. Сколько там в реальности вышло. 2,53. 2,53 секунды. То есть 2,53 это... 2,5-2,5 секунды? Это довольно много на самом деле. То есть эти 135, они тяжелые. Видно по видео, то, что они тяжелые. Опять же, это было понятно еще со 150, когда на 6 сделал. Ну вот сейчас у нас еще 2 сингла и наша задача хотя бы немножечко продвинуться в скорости. 2,53. Продвинуться в скорости у нас слишком сильно технику стараемся не ломать. А желательно ее держать вообще. Вот. И опять же не забываем про основные рекомендации. Вот, кстати, эта музыка началась, которую я оставлял на фон видео сингла «Дорога в аду». Да, да, да. Нормально. Да. Сингл – это дорога в аду. Пока ты здесь, дружок, у тебя нет времени для промедлений. Запомни, сингл – это война. И лучшая стратегия – это Блицкрик. Поэтому, значит, основные наши рекомендации – это осознанное максимальное напряжение во время выполнения. То есть, что это значит? Типа, ну, мы и так напрягаемся. Что это за рекомендация? Да, какая-то пустая. На самом деле, если вы прислушаетесь к… Если вы проанализируете, как вы выполняете повторы, то на самом деле вы постоянно ловите обратную связь от организма. Типа, можно проявить усилия, нельзя проявить усилия. Когда вы делаете сингл, ваша задача не задумываться. Вам просто надо выделить максимум усилий. И, значит, вторая рекомендация – это представлять вес на поясе больше, чем фактически вес. То есть, сейчас я старался представить, что у меня на поясе 170 кг. Вот. Ну и, конечно, фиксируем, видеофиксация, да, и что у нас там еще есть, рекомендации? Я не помню. У, я уже тоже что-то забыл. Еще что-то было. Но, ребята, посмотрите сами видос, перейдите, оставлю видос, получается, вот тут будет видос сингл «Дорога в аду». Посмотрите, очень классный видос по поводу синглов. В общем, да. А еще одна из рекомендаций, это, конечно, ну, тоже банальная, поэтому забылось. Это проснуться, проснуться. То есть, это работа с дыханием, да, то есть, сейчас у меня была работа с дыханием, а сейчас я проявлял максимальное напряжение, и сейчас я представляю, что у меня на поясе 170 кг. Вот. И на втором, и третьем сингле мне надо все это еще лучше произвести, и тогда результат будет еще лучше. Провожаем. Let's go. Фродо! Малыш Фродо! Гостелин колец! Да, Фродо? Хороший. Погнали! Так, это у нас уже второй сингл. Первый вышел у нас в 2.58 секунды. Сейчас вот обрезаем второй и смотрим, сколько он у нас вышел по времени. Это время повтора от начала до конца движения, да? Сохранить видео как нула. Вот так через простой редактор на айфоне? Смотрите, если вы просто на айфоне получается вот так вот, он не покажет доли секунды, поэтому вы просто в правки залезаете и здесь уже в редакторе вы уже увидите. Вот, 2.58, в принципе, первый подход был тоже 2.58. То есть, возможно, если тут немножечко построже обрежу, скажем, вот так, вот первый я построже обрежу. Вот, локти только начинают сгибаться. Так вот, скажем, сохранить видео как новое. Смотрим. Вот, ну, 2.41 большая разница. Поэтому обрезать, конечно, надо максимально максимально строго, максимально четко, вот как остальные подходы, так и следующие, последующие, потому что ваша скорость, прогресс в скорости от сингла к синглу будет измеряться как раз таки долями секунд. 10 миллисекунд это уже рекорд. Вот поэтому по ощущениям я был, я по ощущениям был быстрее, чем первый подход, значительно. «Отпай» 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 Вот оно, друзья Обратите внимание на Дахане Вот сейчас я прям включился А вот третий сингл Все тяжкие Настраивайте себя в уюты Если вы так включитесь Хотя бы один сингл Потом пойдете на турник Вы просто почувствуете сразу разницу Вам даже уже усилие волевое Как я сейчас проявлял Для включения уже проявлять не надо будет Организм просто в моменте уже рекрутируется То есть вы можете включить больше мышечных Двигательных единиц в работу То есть это разминка, это включение Поэтому сейчас турник Пройдет шикарно Ребята, вот эти безумные глаза Это на самом деле тоже Один из приемов Это не то, что я такой безумец Или грибов объелся Сегодня я их сухого не ел Суть заключается в том, что Когда вы топырите глаза Расширяете зрачки То есть как будто вы В состоянии берсерка Вы включаетесь по обратной связи Скажем, если вы грустный Начнете улыбаться Вы станете немножечко веселее Тут то же самое Если вы сделаете глаза Как будто вы уже раздуплились Прям вообще, хотя вы еще фактически не раздуплились Вы раздуплитесь И вот только что я этот прием Просто применил Не то, что у меня там прям Нет, я просто специально Работа с дыханием Работа с глазами Еще один определенный такой хитрость Покричать можно Покричать То есть перед подходом я Рыкну И прям То есть вот Все эти моменты Они заставляют воспринять Рутинный по сути Подход Серьезным образом То есть на такие ухищрения Идут Спортсмены, которые занимаются этим давно И по сути Как бы Уже скучно То есть новички Они в процессе В процессе прогресса Им все это новое Им все это прикольно Они чувствуют свой рост Это все весело Но когда вы тренируетесь Из года в год Одним и тем же То уже приходится Себя как-то активировать Какие-то ухищрения Андрюха, скажи что-нибудь по этому поводу У Андрюха тоже получается Большой стаж Поэтому У него тоже есть что сказать Бывает такое, да На самом деле Когда Вот это вот состояние Это берсерка Оно само по себе не включается То есть когда ты входишь В мир там силового тренинга Вот это вот состояние Берсерка Оно происходит С самим Само собой Вот Из-за того, что что-то новое А когда уже это приедается С годами Чтобы в это состояние получить Нужно себя Немножко заставлять Это делать Где-то покричать Где-то Побить себя Там По щекам Где-то Блин Глаза пооткрывая Так скажем Это Разозлиться И по обратной связи Вот это вы получите В это состояние Вот Пока добавить больше нечего Идем на турник Ребят Let's go Третий Ребят смотрите Это у нас значит Третий подход Он уже вышел В секунду Секунда и девять То есть первый вышел Две сорок восемь Второй вышел Нет Первый вышел Две пятьдесят восемь В секунду Второй две Две сорок Сорок две что ли да Ну где-то да Две сорок где-то так Да пусть это будет Две сорок пять А третий вышел В секунду и девять Вот Это и есть Это и есть Грамотная работа В синглах То есть Суть синглах Это включиться Это рекрутироваться Продолжаем Рутина на подтягиваниях У меня происходит На этом турнике Потому что он по диаметру Потоньше Он поудобнее Вот В общем Мне у него привычно Казалось бы Такой нюанс Диаметр турника Но вот Ребята Вот Закрутили выхват ложный Мне что-то приплечь Нормально подрубить Моя техника Она базируется На ложном хвате Это называется То есть Глубокий хват Вот Вот Турник такого диаметра Да Тоненький турник И Скажем Он не тоненький Он такого Оптимального размера И Скажем Турник Вот тот Где вот брусья стоят Он уже толще Значительно И по сути Как бы Хват крепче Но у меня Фасции настолько Натягиваются Что у меня Начинают в нижней точке Щелкать плечи Понимаете Ширина та же Хват тот же Диаметр турника Немножечко меняется И мне уже Дискомфортно Работать там постоянно То есть Если скажем Мне надо выйти на максимум То вот То что я могу Там схватиться Намертво Я вот могу Больше результат показать Но вот Это не совсем Так скажем Мне анатомично Хотя как бы Типа Как там Типа вот Ширина трубы Вот А вот фасции По ощущениям Натягиваются Вот здесь Что стягивается И начинает Плечо уже тереться Вот Поэтому работа у меня На тоненьком турнике Это мой самый первый турник Тот самый легендарный Он уже Смотрите Он у меня уже На всем Подряд Держится Чтобы он не прокручивался Древесина Вон смотрите Трещины уже Потрескались Вот Но при этом Функцию свою Выполняет отлично И держится очень крепко Смотри Смотри Вот тут что у нас Это от блинов Эти Радуга уже Да Да Это все Ира такая От касаться Скоро с той стороны Зава Там дырка будет Брусин Такая Знаешь Нет 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 шаг 15 килограмм на разминках то есть 15 30 потом будет 45 потом сделаю 55 на 6 уже как основные подходы а может даже 66 посмотрим Ну хочу вам признаться, что на самом деле с подтягиваниями у меня всегда были сложные взаимоотношения. Я плохой тягун, так скажем. У меня выходы силы всегда были на высоте. Даже когда я не занимался стритлифтингом, воркаутом, просто я мог прямо на изи сделать выходы силы на турнике много раз, на кольцах сразу, когда узнал о кольцах, попробовал на этих выходах и сразу получилось без каких-то там этих. Это после школы было, а потом взял с портфелем с учебниками и тоже в выходе стал делать. Потом без тренировок, это было тоже давно, там 25 килограмм выходить на кольцах, не тренирую ничего. Просто в зале их повесили, я такой, оп, повесили прикольно. И там тоже старое есть видео, я там короче беру, до сюда руки сгибаю, потом делаю выходы и в такой типа билдерской теме, наполовину разгибаю, а потом наполовину это, и там где-то три раза так делаю. В общем. С доп весом, да? Да, с доп весом 25 килограмм. Да, без тренировок. Но при этом подтягивания, они у меня были всегда очень слабые. Мне плечи трет, то есть у меня просто даже мобильности на самом деле вот для подтягивания особо и нет. При этом кольца на очень хорошем уровне. Да. При этом выходы это совсем другая тема. Поэтому, что поэтому, как бы подтягивания, вот сами посудите. Когда только начал заниматься стритлифтингом, брусья, не тренируя их, сходу у меня получилось в конце тренировки, после жима, после того, как я на брусьях делал 75 на 10, у меня получилось сходу сделать 100 килограмм, 100 килограмм в конце тренировки. А нет, вру. Я сделал 100 килограмм, а потом 75 на 10. Вот. Но я сделал эти 100 килограмм после там проходки с жима. В тот день я сделал жим 125. Это была первая проходка? Первая проходка. Всё лето я тренировался на улице. То есть я там, ну, и то, что жим не делал. Я, ну, в принципе, то, что брусья не делал, жим не делал. Просто на улице выхода тренировал. Вот. И вот мои первые результаты это 100 килограмм на брусьях, а на турнике мои первые результаты это 55 килограмм, что ли. На раз? Да, на раз. Я понимаю то, что для некоторых это, типа, уже хорошо, но мой уровень выходов был такой, что я мог на кольцах сделать без тренировок на тот момент 40 килограмм. Тоже где-то есть старый видосик в зале. Просто пришёл в зал специально, чтобы проверить, сколько смогу. То есть не тренируя. Вот. У меня тогда было где-то лет 18. Вот. Понимаете, да? Без тренировок я смог сделать 40 килограмм. А подтягивания у меня были 55 килограмм. Ну да, странно. То есть подтягивания, они у меня очень слабые. Я их не люблю. Сейчас в процессе я их делаю и, конечно, скажу, что я их люблю. Потому что нельзя прогрессировать и поэтому не любить. Но, так скажем, это как любить некрасивую девушку. В принципе, постараться можно. Любовь – это волевой процесс, как говорится. Но это требует, так скажем, проявления воли. Вот. Сейчас мы продолжаем любить некрасивую девушку. И идём на рабочие 55 на 6. Это было 55 на 6, да, было? Да, на 6. Опять же, принципиальный момент сделать нон-стопом. И вот эти 55, они прям нон-стопом были прям крайне тяжело. То есть немножечко прогадал, надо было полутинчик брать. Вот. Ну, я уже сделал, поэтому всё. Получается, на брусьях я на 15 килограмм у меня шаг между основными. А здесь по 10. 65 на 3 опять же, надо нон-стопом сделать. Принципиальный момент. Вот пятый повтор, казалось бы, ну, за дедстоп. Типа сделай паузу и доведи чётко. Вот в моей практике это принципиальный момент, когда уже не мадёшь и прям… Понимаете, да? Вот этот последний повтор – это, по сути, как сингл. Поэтому, казалось бы, даже такие вот объёмные шестёрки, да, они хорошо разминают перед синглом. Потому что ты в эти 6 повторений прям сгущаешь свою мощь нон-стопом, без всяких дедстопов, даже если очень хочется и даже если очень тяжело. Кстати, расскажи, Артём, откуда у тебя и зачем у тебя такой поношенный очень трос? Почему именно ты с ним тренишь? Продолжаешь тренинг. Хотя у тебя вроде есть и новые какие-то. Смотрите, вот история такова, что использовать верёвки для альпинизма придумал Матвей Золот Верховников, наш дружище. Мы его знаем. То есть это человек, который любит стритлифтинг больше всех остальных, мне кажется. Да. То есть это человек, настоящий предан к своему делу. И вот это его изобретение. Вот. И эту верёвку мы покупали ещё, когда он был в Москве, мы с ним встретились, пошли в магазин для альпинизма. Вот он мне его показал. И, значит, там купили эту верёвку мне. Она была большая, поэтому я вот её вот так вот накручиваю. Чтобы она покороче была. Да. То есть я её вдвое складывал, когда шёл на брусье. Точнее, вдвое складывал, когда шёл на турник. И в полную меру с этим завитком я её использовал, когда делал брусья. Вот. С этой верёвкой я сделал свои, получается... 160 килограмм, наверное, на брусьях. Я сделал свои первые 160. Я сделал свои первые 110 на турнике. Я сделал свои первые 65 на кольцах. 70. Я не помню, с какой верёвкой делал, честно говоря. Возможно, 70 тоже с ней сделал. И вот она, видите, протёрлась. Потому что, когда её постоянно используешь, она трётся от края блинов. Вот. И протирается вот этот кожух внешний. Ну, вот основа остаётся. Вот. Поэтому эта верёвка, она, ну, долгий путь со мной прошла. По сути, вот как я занимаюсь стритлифтингом, вот она почти такой же стаж имеет. Где-то, может, месяцев на 5-6 поменьше. Поэтому, да, это легендарная верёвка. Я сейчас смотрю, но её покупал. Поэтому, да. Круто! 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 Зашло хорошо, ну я постарался, включился, конечно я слабее чем хотелось бы, когда иначе у нас Постоянная жажда стать сильнее, не надо конечно это сравнивать с зависимостью, Андрюха вам расскажет, что это независимость Скорее наоборот, тренировочный процесс требует конечно внутренней дисциплины и все остальное, но в голове вот это стоит, постоянный рост, то есть реализация своего потенциала Если у вас такого нету, радуйтесь жизни, лежите на диване, просто много гуляйте, много ходите, правильно питаетесь, живите как нормальный, адекватный человек А не как Андрюха или я, или все остальные ребята А наш выбор это страдать Это дорога в аду, дружок, пока ты в аду, у тебя нет времени для промедлений И теперь ты стоишь тут Какой сегодня день, Андрюха, расскажи Сегодня 9 лет, со дня смерти Грега Плита, но легенды не умирают, в общем мы помним Не только легенды, главные легенды в фильме индустрии Не только легенды, не только легенды, никто не умирает Поэтому, как говорится, когда пишут, как там, береги суставы, я отвечаю, береги душу Что тебе суставы? Как это, в одном из фильмов Марвел, там типа, а сколько живут люди? 80 лет Чего? 80 лет? Зачем тогда вообще жить? Такой маленький срок Так что, что вы об этих суставах-то? Лучше душу беречь Ну, человек, от слова человек, ЧЕЛОВЕК, поэтому наша цель прожить 100 лет Понятно? Я лично не понял Я этого не понимаю А ты понял? Фрот, ты понял, нет? Он все понял Ты что-то грубо, ты как бы уважение проявил Фрот, ты понял? Ты сейчас как Таймур, ты что, маленький мальчик? Фрот, ты понял, да? Это сторожевой пёс этого храма Это Фрот, он носит кольца На нем важная задача, самые важные в этом зале Да, Оmark? Поэтому прояви уважение, к моей любимой собаке Я тебя уважаю Ребята, сейчас синглы Фиксируем время 75 кг Бес херня Но если делаем То делаем максимально серьезно Я на себя повесил пятнашку И тут ходил здесь Ты пятнашку на себя надел Чтобы просто не расслабляться Да, мне короче надо было поработать В общем Кое что подделать Но мне на тот момент Что-то днем так хотелось спать Я вообще винилый был ужасно Просто хотел все присесть, а лучше лечь А я короче разозлился на себя Мне там надо было сделать то, что уже давно требовал Завершение Я взял пояс, на себя пятнашку одел И начал ходить Не просто не позволять себе сесть Я надел на себя пятнашку и начал ходить Я тебя заряжал, да? Как будто ты сейчас подход будешь делать Это меня не заряжало, это меня напрягало Я не могу Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, первый сингл вышел во время 2.06, второй в минуту 90, ой, секунду 95, и сейчас третий сингл, надо превзойти себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не уверен насчет основной фазы, хотя такое иногда бывает, что по ощущениям кажется, что ты был медленный, а ты наоборот так разогнался, что тебе кажется, что медленно, а оказывается время превзошел прошлых синглов. Прямо значительно, сейчас посмотрим. Последний у меня получился секунду 97, второй у меня получился секунду 95. Ну, примерно то же самое, да? Да, примерно то же самое. То есть, первый у меня был 2.06. То есть, последний подход, по сути, был не очень хороший, откровенно говоря. То есть, я должен был превзойти второй подход. Второй сингл. Это, конечно, немножко расстраивает. Даже когда, скажем, время одинаковое, уже в принципе хорошо. Вот. В идеале, конечно, надо превзойти время. Если одинаковое, сойдет. Если сделаем медленнее, чем первые синглы, то это уже одно, так скажем. Поэтому, третья сингл, но не очень. На 2 миллисекунды всего лишь. Что есть, то есть. О, Вархаммер. Это не Вархаммер? Нет? Так будет со всеми подписчиками, кто не будет слушаться Артема. Да, ребят, в одном из своих видео я говорил то, что если вы едите мясо, то мясо само по себе довольно тяжело переваривать. Если вам надо вместить большое количество пищи, то вам надо есть продукты, которые переваривают суп быстро. Поэтому, если вы едите мясо, то вы его прям отбиваете. Отбиваете очень сильно. Либо просто мясо в виде фарша. Как думаешь, сколько тут белков в этих двух кусках? Я думаю, в этих двух кусках где-то 100 грамм белка. Возможно, 80. Это где-то половина от дневной твоей нормы. Ну да. Лучше всего без масла жарить, вот в таком гриле. Да, в гриле очень тема. В гриле это тема. Получается очень сочно и вкусно. И вкусно. Продолжение следует...